Дело на мейджоре. И вот сейчас мы будем наблюдать это уже в рамках DreamHack Лас-Вегас, напоминая 450 тысяч долларов на кону, и СК, начиная за защиту, Тайлу в атаке. Фэр моментально у нас делает хэдшот, погибает у нас HZ, будем так его называть. Мы, кстати, вообще ничего не говорили о новом составе и Тайлу, замечу ли? Да, 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 потому что совсем недавно поменяли они игроков, но вот HZ мы будем называть именно так. Почему не HZ? Ну, можно так дать. 5-4. Фэр у нас чекает дальше боковуху, уходит на катэспаун, тем временем три человека у команды Тайлу находятся в боковом. Стягивается Кэптэн Мо на центр, Фэр смотрит все так же центр, и в этот момент Кэптэн Мо занял мид. Не знаю, слышал ли его Фэр, должен был в любом случае. Но вот не проверят, потому что Фоллен играет возле коннектора. Фоллен замечает мидл, Фэр. Фэр пока не включается, Фоллен забирает Кэптэн Мо, ну и теперь Фэр должен тоже делать киллы. Выход на центр, все-таки проверил его Диди, но погибает. Атаки расстается одним против пятерых, делает один кэтшот, но этого мало. 1-0 в пользу команды СК Гейминг. Ну вот эти вот фиктивные проверки угла, да, то есть он посмотрел налево, но сразу же отвел прицел и получил, соответственно, в боковину. На самом деле это уже был не самый важный момент в этом раунде. Мы видим исключительно классное исполнение на им от СК Гейминг, на удержание. Тайлу, в свою очередь, проваливается в этой атаке. Там очень много было сумасшедших, к сожалению, вещей в команде из Китая. В Китае игроки говорили одно, а организация говорила другое. Сумасшедшие слухи на тему того, что организация пытается вообще запретить игрокам играть в принципе во всем Китае и еще что-то такое. Сами китайцы утверждают то, что их просто подставляет собственная компания, потому что не выплачивает бабки и еще что-то в этом. А, и не подписывает с ними контракты. В общем, все очень мутно и все совсем не похоже на Китай, потому что обычно в Китае все очень просто. Все все знают, что происходит. Все всегда контролирует федерация, но видите, в этот раз с Тайлу не получилось так. А тем временем у нас, по-моему, один из игроков вернулся, то есть двоих отшивали. И вот одна всего замена произошла из оригинального состава. Это как раз HZ. Подходят у нас ребята из Китая по точку B, пытаются вычитать длину. Здесь у нас така с ОМПшкой, нормально топят, забирает HZ. Каптан Монт разменивает, так погибает. Ситуация 4-4, флешки летят на лонг. Ну и ребята из Тайлу выйти не могут. Колдира подошел на ту же позицию, занял ступеньки. Его здесь могут и не ждать. Диди тем временем напрягает дропрум, но ИСКшники играют очень пассивно. 4-4. А Молотового-то нет, чтобы выкурить арку сейчас, если, соответственно, Тайлу пойдут на B. Да, это имба позиция. Это очень-очень сильная позиция. Мало того, еще довольно часто не чекают. Давайте посмотрим, что тут будут китайцы демонстрировать. Нам 36 секунд остается. Откидывается смок на дыру. Атакер идет первым. Ну и Коулт. Коулт сейчас просто убивает троих. Я практически уверен. Нет, атакер мало того, что чекнул, так еще и убивает Коулт Зара. И теперь уже они могут четвером просто выходить на эту B. Точку вырубают. Еще и Фелпса. Фоллун пытается отстреливаться на камне, но у него ничего не выходит. И Ферр оказывается вне позиции на коннекторе. Неплохо отыгрывают ребят с команды Тайлу. Довольно медленно, без раскидки, под один смок. Но проверили арку и в итоге сделали свои хедшоты. Но вот с реакцией никаких проблем у команды Тайлу никогда не было. Поэтому все здорово. Кстати, сейчас вот смотрел на Ферр и понял, что я в предматчевых комментариях допустил ошибку. Перепутал Ферр и ФНХ. Собственно, ФНХ у нас покинул состав. Ну да. А ты говорил про Ферр, да? А я что-то Ферр, да, помню, сказал. Ну, для многих, может, суть. Опять же, что ты несешь и так далее. Ужасный, ужасный комментатор. Ничего так не знаешь. ЦЗшка Фелпс, P250 и так, а все остальные взяли довольно интересные девайцы. Кстати, часто сейчас даже на ХЛТВ есть тема, в которой обсуждают то, что в последнее время берут ОМПшки, а не Галилы и Фамас. И в прошлом раунде у команды СК гейминг у всех пятерых игроков было как раз-таки у ОМП-45. Ты вспомни, то же самое было на ESL Pro League, где и Immortals, и СК всегда брали себе ОМПшки даже на девайсных раундах первых девайсных. У них такая фишка была на протяжении всего турнира, всех Cobblestone, которые там игрались. Ну и в данный момент Тау опять начинает очень медленно. Флипсайд тактикс, номер три. Просто сильное оружие, но при этом оно заставляет тебя играть на ближних дистанциях порой. И в итоге против тэков и вторых арморов, вот в частности в прошлом раунде, получилось не очень хорошо. Потому что тэки сами тоже выходят всегда на ближние дистанции. И ты, естественно, погибаешь. Калдзира. Хороший хэдшот из Дезерт Игла. Каптан Мо погибает. Фэлт ЦЗ-шку не реализовал. Тем временем Така возле Куба пытается принять плент. Выходят нас террористы поближе к своей точке. Тем временем сам Бэдд оцеливает Така. Ну и держит на себе уже довольно хороший участок. Однако Калдзира отстреливает еще, еще от Калдзира. Что творит тот лучший игрок за 2016 год? Фэр отстреливает Атакера. Фэр делает два минуса. Великолепная игра от команды SK Gaming. И ребята из Бразилии возвращаются. Да, мало того, что Калдзира в окончании раунда порадовал своих болельщиков. Так еще и вытащил для своего коллектива опенфраг. Соответственно, в меньшинстве уже Тайлы было достаточно напряжно выходить. Но они пробили. Они пробили редуту на Б-планте. И вот только потом из позиционки Бразилии вытащили 2-1. И теперь Тайлу вынуждены не дозакупаться. У них имеется UMP плюс два пистолет, плюс два калаша от Самбади Атакера. И они направляются на... Ну, тут одновременно и миддл, и туннели. Они пытаются зачекать все точки Фэр. Тем временем сражается на андерпассе, получает минус 5 дэмэджа. Уходит, откидывает Хэшку вместе со Смаком. И решает, что стоит там, наверное, постоять, подождать, когда Тайлу сами начнут выходить. Атака пошел. Разведывательными операциями заниматься нет. Уходит обратно. Но, опять же, одна из главных проблем Б-планта для защиты — это очень и очень сложный сбор информации. Это то, почему, в принципе, Т-сайт является довольно сильной стороной на Кобблстоуне. Потому что ты ни по дропруму, ни по плато не можешь вытащить инфу, если только не рискуешь собственной жизнью. Потому что в закрытую позицию ты здесь не сыграешь. Да, потому что на лонге можно спрятаться за ящиками. По сути, любой игрок защиты, который проверяет. Лонг, он никого не видит, не слышит и не знает, есть там игроки атаки или нет их. Тем временем террористы идут через боковуху. Два при этом находятся до сих пор под точкой Б. Стягивается, правда, Диди у нас на центр. И, возможно, парни с командой Тайлу сейчас будут выходить на Апленд. Даже скорее невозможно, а будут, да, будут выходить. Ферр с Галилом смотрит миддл. Замечает моментально Эйзи. Тот погибает. Начинается раскидка гранат. Минимальная Ферр. Все так же стреляется с центром. Бок уже совсем скоро должен выходить, делать размен. Но боковуху принимает Холлэн. Холлэна не получилось. Колдзиро приходит на бомбу, забирает Кэптона Мой. Ситуация 3 на 3. Атака РТД красная. Супер опасно, конечно, для СК Гейминг. Сейчас им придется выходить из-под балкона и одновременно при стройке. Посмотрим, что у них получится. Нету Молотовых, нету Смаков. Поэтому Тайлу не ищем зонировать выходы со стороны коннектора. СК Гейминг, соответственно, здесь будут играть совершенно спокойно. Да, есть флешки, но это все, что имеется сейчас у китайцев. Они уже поставили бомбу, играют на время. Тем временем атакер сносит Така. Сам бодеконтроль и девятку просматривает Фелпса, расстреливает Фелпса, но не получается. Вот это дамажит 12 хп и 8 у Колда и Фелпса. Они очень и очень красненькие, пытаются продвинуться к этому планету. Остается довольно мало времени. Колду нужно пушить. И у него здесь фунтский дьявол убивает еще атакера. Как же это? Невероятное в исполнении от Колдзира. Два раунда подряд он делает по 3 килла в самых нужных моментах. Да, если бы не этот парень, ребята с командой Тайлу уже лидировали бы наверняка с счетом 3-1 в их пользу. Но команда СК Гейминг из-за того, что Колдзира просто нереальные фраги делает, в итоге ведет по счету. Вот, собственно, табуляция. Колдзира 8 на 1. Два раза MVP он уже становился в этом матче. Ну и что? Команда Тайлу ставила бомбу. Деньги у них какие-то были. Решили купить пистолеты первой арморы. Скорее всего, они в следующем раунде будут играть без калашей на Meta Force. Ну, посмотрим. Скорее всего, это именно он. Телпс расстреливает капитана Моа. И мы видим то, что два игрока Тайлу уже лежат. Конечно, не просматривается никакого чудо-раунда. Пока что от игроков из Китая, которые пытаются прорваться по лонгу. Здесь фэр на клоус-дистанции. С М4 попробует взорвать Диди вместе с атакером. У него это слегчайшим образом получается. Но ХЗ приходит. ХЗ, прошу прощения, приходит. Кладет на землю одного оппонента. Забирает его М4. Попробует продвинуться в сторону Фоуна. Фоун его здесь, конечно же, ждал. 4-1, друзья. И Тайлу вынуждены будут сейчас думать об экономике и, наверное, уже сейвить. Вот, НСК. Пока что довольно спокойно играет. Все под контролем. Ну и молодой игрок команды СК Gaming Phelps. Только что был у вас на экранах. Четвертый для бразильца. Все-таки бай у команды Тайлу. Они в прошлом раунде хоть и форсили. Но это был, скажем так, форс для того, чтобы оставить. Ну, с небольшим, да, сейвом денег, чтобы оставить напоследок. Тем временем, довольно быстро решили сыграть Тайлу. Много демеджа в хеллпоинсте. Своя пешка влетает на лонг. Под флешку играет. В итоге ХЗ красный уйдит 54 хеллпоинта. Калдзира ловит моментально сам бати. Скорее всего, в дроп-руме. Каптан Мо выходит на лонг. На пленте он никого пока не видит. Так выходит. Забирает Каптана Мо. Ну и со всех сторон. Бразильцы атакуют ребят с командой Тайлу. Проблемы по ХП серьезные. У атакера 100, но при этом у ХЗ 10. И шансов, конечно же, у команды Тайлу никаких. Только чудо сейчас может спасти. Феллс наказывает ХЗ от этой атаке. В арке погибает. 5-1 за СК. Ну, СК поняли то, что Тайлу просто нельзя давать плацдарм для атаки на бплэн. Когда мы видели медленные раунды Тайлу, у них получалось заходить. Да, потом хорошая приемка от СК. Но сейчас они решили сыграть на прямке. И просто не дать Тайлу занять нормальное плато, чтобы там усесться и по-человечески раскидаться. И СК Гимминг показали очень и очень красивую игру. It's Fing It's... Что там? Пытаются паузу, по-моему. Хотели нажать паузу. Точка пауз. При этом подсказывал у нас один из игроков защиты, что нужно восклицательный знак ставить. Но в итоге Тайлу не поставили паузу. И один из китайских игроков написал have fun. Ну, в общем, решили они не ставить паузу. И причем даже на следующем раунде паузу тоже не будет. Фер при этом у нас действует довольно агрессивно на центре. Моментально забирает атакера. Пушит дальше. При этом башню у нас... Когда ты последний раз это видел вообще? Не в паблике. На мясе. Ну да, на ММ. Вот это исполнение, друзья, от китайцев. Сидеть в касселе наверху. Не, на самом деле, почему там сидят? Почему так закрыто играют? Потому что паузу пропустили. И, наверное, решили сейчас пообщаться немножко. Поэтому и заняли такие... А может быть, ты просто их оправдываешь? Это их, на самом деле, стратегия. Подождать, когда кто-нибудь выйдет из миды. Но согласись, то, что сейчас делал Фер, это совсем не похоже на дефолтное принятие вообще чего-либо. Смотри, смотри, Капитан Мо выходит из боковуки, ловит тайминг, но Fallen его отстреливает. Фелп, ты временем в СК 47-м, действует в дроп-руме, жмет, минус САМБОДИ, минус 3 от Фелпса. САМБОДИ, ДИДИ и ХЗ-чика погибает, 6-1 за СК гейминг. Легко и просто. Легко и просто. И вот нам показывают зал, или что это, да? Да, это зал группового этапа. Соответственно, это проходит все в студии. И Фелпсик. Дабл килл, потом еще, точнее, соло килл, потом дабл А. Но тут одни в линию выходили, поэтому очень-очень легко. Для Фелпса оформить был этот трипл килл, так и вместе с Fallen. Имеют две снайперские винтовки в этом раунде. Ответ от капитана Моу, он тоже имеет АВП. И сейчас Тайлу пытаются продвинуться в сторону Лонга. Здесь на клоус-дистанции от них находится Фер вместе с Fallen, которые пытаются не дать китайцам выйти сюда. И вот они флешки, полетели. Фолн ее получает, однако отстреливает первого. Фер принимает на сенье, его вообще никто не видел сам, и в конце концов справился с Апанетом. Однако это размен 2 в 1 всего лишь, и Тайлу не должны быть этим довольны. Уходит у нас назад Fallen. Теперь можно пассивно сыграть ребятам из команды SkyGaming. Така с АВП охраняет Бэплэнд, Fallen с АВП охраняет Аплэнд. Ну и два калаша будут бегать между ними и стараться хелпать. Ну и Тайлу теперь. В ситуации 3 в 4 должны что-то выдумывать. Вот недавно я анализировал ситуацию 3 в 5. Астралис против Virtus.pro. Астралис действовали с банками на оверпассе. Но вот смотрим, как сыграют китайцы. Пока что на стильбу они хотели выйти. Каптан Мо погиб на центре. Ну и теперь 2 в 4. Еще тяжелее ситуация. Диди упал в дропрум. Чекает лево. При этом справа в окошке есть Фелс, который наверняка будет ловить тайминги. Самбади пытается на центре сделать килл. Удалось ему забрать колдзир, а тот так и не понял, откуда же по нему ведется огонь. Скорее всего смог перекрывал, но Фелс пока что контролирует окошко и шансов у Диди немного. Но они есть. Они есть. Излюбленная позиция таза и мы видим то, что Диди с ней справляется. И теперь только так ответственность за Бэп Лэнс и своим ОВП. Он, соответственно, ждет кого-то с двери и должен ждать еще и кого-то с коннектора. Да, именно так оно и происходит. Да и так, а сносит самбади. Дальше выходит Диди, открывается, разбивает ему лицо в курятнике. Диди попробует поставить здесь бомбу. Он будет играть против капитана Гэбриэла Фоллана. У того 100 кп. У Диди двадцаточка. Диди поставил бомбу. Уходит постепенно в сторону Куба. Тем временем Фоллан пытается прочекать его за Лениным. Он вообще не подозревает то, что Диди находится слева от него. Фоллан посмотри налево. Не посмотрит. Диди берет этот раунд с Солину и это 6-2, друзья. Неплохо сыграл в итоге игрок команды атаки. Хорошо раскрылись китайцы. 3 в 4, напоминаю, они играли только что в этом раунде. И в итоге сумели затащить. Собственно, вот они, герои прошлого раунда у вас на экране. 6-2 в пользу команды SK Gaming. Но, как обычно, проблема подобных раундов в том, что экономика шаткая. И если ты проигрываешь следующий, то есть этот, ты остаешься ни с чем. И, соответственно, 7-й, 8-й и даже 9-й раунд могу брать ребят из команды SK Gaming. Потому что настолько все плохо будет у Тайлу. Попал только что снайпер у нас по HZ. 17 хеллспоинтов у одного из игрок команды Тайлу. Но попал в ножку. Естественно, вышел у нас террорист. Ну что ж, смотрим. Минута 20 до конца. Пока что все под контролем команды SK Gaming. Да, и что самое главное, они постоянно контролят очень объемный кусок карты. Мы видим, что постоянно есть какая-то агрессия по направлению плато. Но есть также агрессия обычно в самом начале раунда по Лонгу. То есть они стараются не давать Тайлу контроль за мапой. И таким образом не давать им построить здесь плацдармы для выходов на один из плентов. Однако DD и компания пытаются прорваться, несмотря ни на что. И вот она, первая масленочка, полетела. Атака все это время. Мы ждали, когда же он кому-нибудь попадет. Он попадает и убивает капитана Моу, который теперь координирует свою команду. DD дропается вниз. Получает от колл за Рафелб. Тем временем убивает атаки. Это размен 2 в 1 на стороне дропрумы. И теперь Самбади вместе с HZ попробуют вытащить или, я не знаю, засейвить возможно эти 2 девайса. Потому что шансов чрезвычайно мало. В HD нету хп, нету никаких раскидок у них у обоих. И контроль над бомбой также не имеется. Так что, наверное, не стоит даже пытаться. Ну вот HZ уже ушел опять же в башлю на Тераскир и спаун. Будет там сохранять калаш. Плюс калаш, естественно, сохранит Самбади. Но при этом у тиммейтов совсем ничего не будет. Но, в принципе, многие коллективы в подобных ситуациях любят форсить. Поэтому почему бы не зафорсить в следующем раунде троим, ну а два человека сыграют просто с калашами. Естественно, это намного лучше, чем форс в 5 стволов. Поэтому теоретически, конечно же, сейвить здесь в принципе можно. И Тайлу это понимает. Счет становится 7-2 в пользу команды SK Gaming. Но вот возьмут ли они 8-й или все-таки Тайлу сейчас проявят характер и сумеют затащить? Ну и Колдзира только что отбивал, скорее всего, Питюню, капитану команды. Ну и вот он первый минус атака, который на ланге. Ну, по стандарту сыграл, ничего сверхъестественного, но попал, естественно, хорошо своего соперника. Итак, у нас даже три калаша. Да, да. Смогли купить, но у них нет раскидок вообще. То есть там только два смока в руках у Тайлу. Через флешки нельзя будет открываться. И вот он форс принимает на сухую. Эйчзи его сносит. Там целых три ствола выходила на форс. И теперь четыре игрока китайского коллектива на андерпассе уже движутся в сторону двери. И Аплента здесь тем временем окопался. Фоан, он играет из-за обоев. Пытается встретить одного. Получается убить капитана Молл со второго выстрела. Колдзира на дальней дистанции. Хорошая голова по Диди. Эйчзи падает от Фоана. Гэбриэл пытается с последних сил здесь выживать на 17 хп. Да, пушит Самбоди. У него, видимо, это даже и получится. Да, именно так оно и происходит. Самбоди убивает Фоана. Выходит, отстреливает еще и Фелпса. Но здесь ситуация для него все равно суперпатовая. Бомбы нету. И так и Сколдзира фуловая. Что же попал Колдзира? Там, по-моему, в прыжке ему смог попать патрон одному из игроков в атаке. И в итоге забрал своего первого, по-моему. Три фрага снова от Колдзира. Отличная работа. Счет 8-2. И, наконец-то, ставят паузу на стайлу. По-моему, у каждой команды по одному тайм-ауту в 2 минуты за матч. Я вот буквально позавчера почитывал правила. Смотрел, как там карты будут пикаться и банятся. И заодно глянул тайм-аут. Тайм-ауты здесь не такие, как на мажоре. То есть на мажоре там по 30 секунд. При этом их много, этих тайм-аутов. Тут всего по одному тайм-ауту на команду. Но за тайм-аут ты, естественно, можешь намного больше обсудить всяких вещей. И кроме этого, вроде как тренер может всегда говорить с коллективом, насколько я слышал. Вот этого я не знаю. В правилах, по-моему, этого не написано на DreamHack, которых я читал. Хотя, в принципе, они где-то у меня есть. Ну, мы тогда спросим между картами и прокомментируем этот вопрос. Потому что в этом нет никакой логики, потому что все турниры пытаются поддерживать официальный тайм-аут. В таком случае и в таком формате пауз тоже нет никакой логики. И 16-тысячные допы тоже тут присутствуют, которые тоже неофициально теперь приняты. Ну, это немножко, скажем так, знаешь, неравносильные вещи. То есть те еще, ну, эти фишки как бы можно, условно говоря, вводить. Там 16-тысяч, старт мани и тайм-аут. А все-таки тренер, ну, это вообще идет в разнос. То есть, условно говоря, ну, тренер, он, мы все прекрасно помним ситуацию с Na'Vi, когда кикался Zeus и вся была ставка на Starrix как тренера, говорящего координатора. И в итоге Valve поменяли правила и полностью перепутали команде Na'Vi карты вот этим вот изменением. Поэтому, ну, не знаю, пошли ли организаторы DreamHack, но это можно выяснить. Это не так тяжело узнать. Пять раундов у нас остается до конца первой половины. Пока команда SK Gaming лидирует счетом 8-2. Ну, Тайлу надо, как обычно, брать хотя бы три раунда. Мы все прекрасно знаем то, что китайский коллектив намного сильнее играет в защите за счет сумасшедшей совершенно дисциплины и довольно хорошего АИМа. А вот с атакой у них обычно все получается намного-намного более слабее. И вот у нас заезд! Cold Zero, приемка от него. Так, отстреливает Капитана Моу. HD падает, атакер точно так же от Cold Zero. Ферр вырывается на дропрум, убивает самбо, и остается только Диди. Который смог завладеть одним оружием, но это, на самом деле, никаким образом не влияет. Да, Тайлу смогли на экономическом раунде сделать два килла. Это позитив, но слишком уж много негативных других сторон. А именно то, что SK уже имеет сумасшедшую совершенно экономику. И сейчас уже 9-2. Остается отыграть всего три раунда. Сообщают, что да, тренер может говорить полностью. Это, конечно, вообще вносит. Ну, такие коррективы на этот турнир, я даже не знаю. В общем, у Na'Vi, наконец-то, должно все получиться, на самом деле. Ну, они же не могут просто взять и сказать, Сизду ты не координируешь. Вообще могут. Вообще это правильно, потому что надо, наконец-то, выигрывать турниры, а не заниматься. Можно, конечно, там себя успокаивать, типа тренировать и так далее. Но ты один турник возьмешь таким образом, а другие не возьмешь. Зато какой? Дринхак 200 тысяч в Лас-Вегасе. 450. Это солидно. Это солидный. Ну, 450 общий призом. А, да-да. Ты про первое место? Да, первое место 200 тысяч долларов. Поэтому, естественно, нужно брать. Почему нет? Ну, окей, не надо. Не, не, я не знаю просто, по-моему, когда команда привыкает к одному координатору, если врубается другой. Не, ну, на дистанцию понятно. Это все лучше, чтобы Сист там учился, привыкал. Но, с другой стороны... А по-моему, коллектив не привык к Систу как координатору? Коллектив привык к Систу. Стал ли хорошим капитаном? Это вопрос. И в критических ситуациях может ли, опять же, совладать с собой, совладать с командой? Но, с другой стороны, Старикс, если что, может в любой момент включаться, там, корректировать. Поэтому, я думаю, они найдут вообще язык. Он просто, наверное, секондарингейм-лидер будет. Вот это все, колд приходит, просматривает к нему, дропаются два человека. И вот он, размен один в один, HZ пытается найти здесь какое-то окно. Капитан Моу отстреливает Фелпса. Дака со стороны Ленина. Почему-то его никто не закрывает, хотя с нескольких сторон китайцы могли войти к нему и уничтожить. В конце концов, Дака погибает. Ферр в упор сносит капитана Моу. Самбоди ставит бомбу. HZ его прикрывает. Фоллон не знает о месте расположения. HZ, который врывается в спину. И капитан команды SK Gaming падает на землю. Ферр остается с 32 хп. Попробует разобрать. У него есть инфа по одному и второму. Проблема в том, что они просто возьмут его в кроссфайр. А у Ферра у самого всего 6 хп. Но еще есть, конечно, скиллуха недюжая. Посмотрим, может ли он ее показать сейчас. И здесь сносит Самбоди. А теперь HZ надо просто морозиться в тупую. И так, конечно же, он и поступит. Ферр, ну, попробует он, наверное, раздефузить эту бомбу. Надо, надо прямо сейчас байтить. Идти. Диффуз киты есть. Он раздефузит ее. Он раздефузит ее. HZ его не убьет. О, ло, ло. Какая легчайшая покатушенька для Ферра. Да, просто пошел, стал на бомбу и задефил. При этом без самака. Давненько мы не видели ничего подобного. Но получилось действительно знатно. Ну, ошибаются у нас Тайлу. Они, в принципе, если вот проанализировать каждый раунд, где-то были близки в каждом раунде. Могли эти раунды брать. Но вот такие вот ошибки, как индивидуальные, там, командные. В итоге счет 10-2. Три раунда остается. Не получается у команды Тайлу самого главного набирать очки, естественно, за первую половину. И, ну, во второй будет, конечно же, тяжело. Но, с другой стороны, диффанс может быть у них получше, чем атака. О, Фауэн там был очень-очень близок к тому, чтобы смог отправить хорошую пулю. Но не получилось. В конце концов, Самбаде открывается вместе с своим коллективом в сторону Аплента. Четверка на лонге. Он один на андерпассе. Покажется смака. Пока Ферр вместе с Фауэном еще не знает, где конкретно находятся их оппоненты. Тем временем Курочка влетела в стенку там в текстурах. Самбаде убивает Ферра. И вот он выход постепенный. Имеется, надо зонировать. Прямо сейчас дверь. Откидывается молотов на дверь, чтобы там никто не мог бегать. Фауэн получает очередную флешку. Играет сам под себя на смок. Атакер проходит здесь обои. И слышит ли его оппонент? Да, Гэбриэл тоже. Он уже слышит, что у него в спине кто-то есть. Убегает сам в смок. И он мансует. Мансует за смоками. Его никто не увидел. Как же так? Он выходит в спину атакера. Атакер падает. Самбаде вместе с капитаном кладут своих собственных тиммейтов. И знаете, что это значит? Что Самбаде уже оформляет четвертый килл. В конце концов получает маслину от Фауэна, который все это время все еще живет на обоях. Это совершенно нелегально и неадекватно. Фауэн погибает нас возле деревяхи. Это была ситуация один на один. И мог еще один раунд в копилку бразильского коллектива положить капитан команды SK Gaming. Но не получилось. И в итоге еще... Смотри, вот это что. Два человека просто проходят мимо него. Он сам под себя положил смок. Его должны были там ждать, потому что он несколько раз стрелял. Часто делают такие вот вещи фоллы. Ну, что говорить. Второй человек в мире за 2016 год. При этом снайпер команды. Действительно невероятно талантливый человек, который играет очень хорошо. Так, тем временем на пленте играет Сэмка. И Фелп в своем П. Вместе с Колдира охраняет дропрум. Ребята из команды Тейлу решили довольно быстро выйти у нас на точку Б. Б. Зажим. Так живет. Два хеллс-поинта. Фелп тем временем за скалой. Пытается нашивать смок. Попадает немножко по Тейлу. Но у Тейлу преимущество. Ему остается положить всего лишь смок на плент и поставить бомбу. Еще и подсадку сделал у меня дерево. А вот это довольно неожиданное решение. Диди наказывает у нас Фелпса. Играет дальше на кубе. Прячется. Его, по-моему, до сих пор не рассекретил. Никто не видит. Поле наконец-таки заметил. Но при этом все равно превышно-позиционное дает о себе знать. И от Диди делает квадрокилл. Счет становится 10-4. Но это реальный шанс для Тейлу. Это 5 раундов. А я уже говорил, что на защите это они очень хороши. А если брать то, что СК в одну и ту же точку ходит по КД, то вполне возможно, что мы увидим здесь еще и переворот. И как минимум хотя бы интригу. Но минимум то, что СК гейминг приходится играть в Ол-Инс с СЗК 5.7. Плюс ЕМП, МАК 7.7 и еще одним 5.7. И это не самый лучший закуп. Хотя, опять же, раскидки есть хоть какие-то. Но никаких диффуз-китов и вторые арморы в руках у СК. Кстати, интересно, что они решили не брать себе первые, чтобы докупить что-то дополнительно полезного. Например, тех же самых диффуз-китов. Ну да ладно, посмотрим, что тут будет демонстрировать нам Тайлу. Опять же, имеется снайперская винтовка у Кэптен Мон. Ставите на плато и ждет, как кто-нибудь к нему придет. Кстати, я вот открыл правило, и тут есть интересные моменты. Мониторы 180 Гц используются на этом чемпионате. Я вот слышал 144, 240, а вот 180 Гц мне никогда не попадались на глаза. Но при этом конфигурация компьютеров хорошая. Это i7 6700 и видеокарты 960. Полан, приемка в упор от 5.7. Минус на сампаде. Атакер в стражной размене сыграл неплохо. Колл, тем временем, смог уничтожить игрока на дроп-руме. Така с ЗЗшкой, с 5.7 убивает атакера. И теперь уже HZ вместе с Кэптен Мо на грани поражения этого раунда, где у них были все возможности, все девайсы в руках. Но, походу, шансы теперь уже совсем невелики. Особенно, если брать то, что Фер заходит в спину. И смак Севена дробью прикончил капитана команды Тайлу. И это 11-4. Хотя, казалось бы, был так близок тот самый счет, который мог давать хорошие шансы. Очередной экономический раунд, в исполнении команды SK Gaming. Первый, второй арморы, плюс пистолеты сумели затащить. Ребята, Fallen сейчас еще что-то рассказывает своим тиммейтушкам. Ну и Тайлу, не знаю, огорчены ли. Понимают они, что взяли довольно мало раундов. Или все-таки знают, что можно еще выйти сухим из воды вряд ли, но при этом затащить на камбэк. Я думаю, что они думают, что их послали просто, знаешь, первым же взводом на БК, на его рога. Потому что первым же матчем играть против одной из лучших команд мира, которая брала два мажора подряд в предыдущем году. Это такое вообще совсем неприятное состояние. Если посмотреть список участников, здесь… Ну есть Ренигады, например, есть Мисфитсы, Клауд Найн, весь американский регион вообще. Не Елига, но, естественно, есть там 4-5 коллективов, на которые можно было попадать. Но, с другой стороны, есть посев. Естественно, более сильная команда, она будет играть с более слабой командой. Первая с четвертым, вторая с третьим по посеву. Но напоминаем, что те команды, которые сегодня проигрывают, они не вылетают. Они, естественно, будут дальше сражаться. Уже все-таки лузеров в каждой группе. И там, собственно, уже в best-of-3 противостояниях… Сначала best-of-1, потом best-of-3. Бест-of-1 все и закончится. Да, первый матч в best-of-1 на вылет. Так, он у нас забирает somebody. Фэлт при этом в дропруме. Ребята из команды SK атакуют свою любимую B. И Калдира вешает по HD. В коннекторе ситуация 3-5. Тайлу почему-то B-plant не укрепили. Хотя, опять же, мы говорили. Хотя мы все прекрасно знаем. Если уж мы знаем, то уже куда уж там китайцам. Они должны были посмотреть миллиард демок с участием SK Gaming на Cobblestone. И узнать одну единственную классную истину под названием SK ходит только B. И сейчас, да, DD пытается вернуть себе этот раунд. Но, честно говоря, шансов у него было чрезвычайно мало. Он делает 2 кила. Остается на коннекторе. Погибает. Остается атакер. Теперь пытается пропушить плато. С дальней дистанции. Нашивает голого фоуна. У него у самого остается 87 хп. Он пушит дальше. Хаешка, кстати, не точная. SK Gaming продолжает оборонять эту бомбу. Атакер... Ничего у него не уходит против Юсбека вместе с Глоком. И это еще один раунд для SK Gaming. И что самое главное, это Тайлу сейчас будут играть в Force Bay. А если они его проигрывают, то это Габелла. Да уж. У нас один из самых важных раундов. Они отдали. Первый и второй арморы. Решили купить Тайлу. Причем есть УМПшечка от DD и ЦЗшки. Плюс один дигл от Кэптона Мо. Ну, смотрим. Действительно, этот раунд, он может вернуть команду Тайлу еще в это противостояние. Или похоронить команду Тайлу. Потому что после этого раунда денег будет совсем мало. SK решили быстро зарашить центр. DD моментально был проверен. Справа погибает DD. Погибает HD. Фарбривается в коннектор. Собирает информацию и при этом уходит. Фелпс решил тоже наказывать Саперников. Своем Пешке оцеливает атакера. Шансов, конечно же, никаких. Сам Боди Кэптон Мо 2 в 4. По ним есть информация. И задача этих парней, наверное, просто уйти и засейвить на следующий раунд. Правда, сам Боди решил выйти из коннектора. Погибает моментально от Фоллина. Ну и Кэптон Мо 1 в 4. СК гейминг на втором раунде атаки показывает нам Аплэнд. Что самое странное. Никто такого не видел. Мне кажется, чудо из чудес. Хотя, опять же, простейший раунд. Они в тупую просто зарашили точку. Смогли сразу же зонировать коннекторы. Дальше уже сражаться с тайву, у которых явно не хватало ударной силы. В этом моменте пока никак не может включиться, что Кэптон Мо, который являлся обычно лидером в коллективе из Китая по фрагстатам, потому что, опять же, он снайпер. Когда у снайпера за одну половину 5 фрагов, это, ну, неправильно, да. Это как минимум неправильно. Так не должно происходить. И то же самое касается HD. Например, новый игрок в Тайлу, который все еще никак-никак не проявит себя. Ферр пришел, наказал HD. Тем временем атакер падает. Самый день тоже самое. Ну и Кэптон Мо, соответственно, отдастся последним. Что ж, это 14-4, и сейчас будет самый важный раунд, в котором будет решаться дальнейшая судьба китайцев на ближайшее будущее. Либо они, соответственно, его проигрывают, и тогда уже точно GG. Если они его выигрывают, то маленькие шансы все еще остаются. Но при этом фамосы, потому что они форсили максимум. Правда, там я видел, что снайпер с коментом, кто-то, когда все покупали, кто-то решил сэкономить конкретно. В итоге, ну, тут раф, наверное, снайпер. Да, первый армор, Кэптон Мо, остальные эмки фамосы от атакера. Ну и второй армор, ска-гейминг, если на бай они хорошие, они, в принципе, без шансов пока что берут раунд за раундов. Но Тайлу, возможно, сейчас все-таки попробуют еще вернуться в эту встречу. Ну, смотри, играют 1-4, где поставили ВП на лонг. Остальные играют на б-планте. При этом нет диффузов, поэтому Тайлупа пытаются напрямки сыграть. Да, они дают СК-гейминг выйти куда-либо. В принципе, хорошая флешка, которая попадает по голове своего собственного тиммейта от СК-гейминг. И мы видим то, что Тайлуп пытается удержать здесь. Уходит у нас Кэптон Мо на андерпасс. Его в боковину просто отстреливает Фелпс. На его место должен прийти Эйчзи. И к нему уже перетягивается Диди. Пока что тихо и глухо от СК-гейминга. Они не выдвигаются никуда. Законтролили лонг. Совершенно спокойно законтролили туннели. И, наверное, будут переориентировать свою атаку в сторону Б-планта. А там их должен ждать самбаде. Пока что, друзья, у вас на экранах вообще была полная доминация СК-гейминг. Снайпер ушел на центр. Стоит боком. А потому у него и 5 раундов, и 5 фрагов за все это время. За 19 раундов у чувака 5 фрагов. А он снайпер. Да, при этом он вообще не среагировал. Такое впечатление, как будто без наушников играет у нас Кэптэн Мо. Ну что ж, СК-гейминг буквально в двух шагах от победы. Или даже, может быть, одном. Потому что этот раунд они тоже, скорее всего, возьмут. Тем временем у нас в боковухе есть игроки команды СК-гейминг. И в коннекторе они зажимают точку А с двух сторон. Диди делает один минус, Фаргот погибает. Эйчзи на пленте понимает, что зажимает с двух сторон. Но при этом эту позицию должны чекать игроки команды СК-гейминг. Эйчзи только что спалился. Пытается теперь на два фронта поработать. Фэлп забирает Эйчзи. Наказывает также атакер. Остается у нас сам Боди один. Бомба, правда, выпала. И это маленький провал. Бомбу никак не взять. Уходит. Взял, взял бомбу. На пятый. Четвертый. Нет. Все. Фолин, что с движениями? Сёрф-карты надо играть больше. Сёрф-карты. Как Форест нужно действительно сёрфить. Но, видите, маленький нюанс. Не запрыгнул. И проиграли раунд. Не победил. Хотя, наверное, многие наши зрители скажут, да что вы тут несёте? Даже если бы он запрыгнул, сравнивал, успел бы. Не успел бы. Не хватало бы. Не, ну, мы в точности не узнаем уже. На пятой секунде прыгает, на четвёртой ставит. Значит, на четвёртой и составит, и всё ок. Колдзер 25 фрагов за 20 раундов. Шикарное выступление. Но мы все прекрасно знаем, как он на ланах выступает. И что нам демонстрирует обычно. И, опять же, пару-тройку раундов на первой половине именно он один целину вытаскивал. И сейчас мы видим то, что Тайлу пытается из последних сил при помощи ЮМПшек плюс Фамосов хоть что-то здесь сделать. Да, остались деньги. Но мы помним то, что все погибли у Тайлу. Заработав этот раунд, они получили себе возможность закупить только пистолеты-пулеметы. И вот оно. Вот оно, первое падение. ДД погибает на дроп-руме. Фэр дропается сюда же. Уже начинается постепенный контроль от СК-гейминг Б-планета. Или, точнее, подходов к нему. И сжимается кольцо вокруг Фэра. Сам будет с одной стороны. Кэптен Мо с другой стороны. И атакер будет на размене играть. Да, сыграл. Хороший тайминг выбрал. Убивается его оппонент. Кэптен Мо этим временем справляется с лонгом. И у СК-гейминг потери. Три в три. Атакер принимает пока что лонг. Решил отойти у нас подальше Така. А Фоллин в этот момент на центре наказывает снова Кэптен Мо. Допускает опять довольно серьезную, грубую ошибку у нас. Один из лидеров команды Тайлу. И в итоге Апленд сейчас занимается СК-геймингами. Фоллин. Еще один хедшот. По HD уходит дальше на балкон. Ну и понимает Гебриал, что нужно уже сыграть наверняка на 100%. И затащить этот раунд. Бомба устанавливается. Дефузов у нас у атакера нет. Но он, наверное, пойдет выбивать. Очень гибкая атака. Это СК. Мне очень нравится, что они по всем направлениям работают. И у них один игрок на лонге. Один игрок на миде. Через интерпасс идет. Другой игрок, соответственно, в дропрум. Еще один в дропрум. И как только они получили какую-то инфу, какой-то спейс, сразу же переориентация на Апленд. И очень-очень симпатично выглядит. Тайлу не могут так гибко играть. Именно против них так можно выступать. Именно против них такое будет работать. Потому что мы все прекрасно знаем, что китайцы предпочитают просто в тупую сидеть на пятых точках. Никуда не двигаться и ожидать оппонента. Очень-очень дисциплинированный коллектив. Но против СК сейчас это уже не работает. Потому что они тупо не перестреливают оппонента. И 15-5, друзья, СК Гейминг просто носится и летают по этой карте. Чувствуют себя замечательным образом. Бесакова ВВП играют. Калашами взяли себе пятерочку. Начинают там простреливать с Макадом. И что, возможно, туда его попробуют пропушить дропруму. Этого не происходит. Тем временем мы видим, что двойка игроков из китайского коллектива уже сидят на сене. Причем довольно интересная позиция. Фелпс у нас на центре. Кентр-игрывает пока что перемычку. Начинает нашивать ее, потому что там лежит смок. Но при этом ребята с команды СК Гейминг стягиваются на свою любимую точку Вэй. Пойдут именно сюда, через дропрум и лонг. Дропрум чекают. Видят, что внутри никого нет, можно падать. Ну и догадываются, естественно, что слева и справа за углами могут находиться соперники. Откидывают флешку. Никто под ней не идет. Фелпс, кстати, остается до сих пор на центре. И врыв просто от игроков команды Тайлу на дропрум. Самбади погибает, но удалось забрать фэргода. Атака. Тем временем на лонге. Чекает куб. И в этот момент Калдзира наносит огромное количество дэмэджа. Тиди погибает. Так, играет на размене. Чекает дальше за куб. Оцелевает Эйчзи. И вот таким хедшотом ставит жирную точку в этом противостоянии. Отлично работает команда СК Гейминг. Они побеждают.